США будут готовы принять ответные меры, в том числе расширить военную помощь Киеву в случае вторжения РФ на Украину. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга. По его словам, США готовы ответить в случае, если Россия предпримет вторжение на Украину, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем, а также за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении. «Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территорий и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения», указал представитель американской администрации. По его словам, Киев стремится к развитию достигнутых договоренностей о прекращении огня в Донбассе. Он напомнил о том, что ранее на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе удалось достичь договоренности о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Украинская сторона стремится развивать эти договоренности, пытаясь понять, есть ли возможность для дополнительных шагов, которые могли бы помочь облегчить ситуацию с безопасностью в Донбассе и подготовить почву для более активной дипломатии с целью реализации минских соглашений, указал американский чиновник. В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В Донецкой и Луганской народных республиках отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта. Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня. Наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования. После заседания контактной группы 22 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, в том числе относительно условий открытия огня в ответ. В ЛНР отметили, что заявление Украины о готовности соблюдать режим тишины не содержит четких сигналов для военных на местах, а глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС, что слова официального Киева остаются лишь лозунгами.